Вот так выглядит попадание из реактивной системы залпового огня с расстояния всего лишь несколько метров от эпицентра. А это общий план города. Море огня Луганск не прекращая бомбит украинская артиллерия. И было бы просто чудом, если бы под этим смертоносным градом никто не погиб. Прощупал пульс, но там уже щупать даже и не надо. Ударил снаряд. Стояли мы с девчонками. Дима прыгнул, девчонок откинул. Он побежал. Мы ему кричим, стой. Он остановился и упал. Всего в Луганске погибли три человека. В ночь, когда шли переговоры о прекращении огня, город бомбили смерчами. Сегодня его жители находят снаряды от системы ГРАД и следы кассетных боеприпасов. Кассета ложилась примерно в того направления. Это там у нас, улица Луганская. Именно там и находятся сейчас позиции украинских силовиков. Обстрелы продолжились и после рассвета под ударом Каменобродский район Луганска. В Донецке украинские снаряды разорвались рядом с детским садом. Детей в здании не было. И леденящая кровь трагедия в Горловке. В разрушенном частном доме обнаружены тела троих детей. Годовалого мальчика и двух девочек шести и двенадцати лет. Их мама выжила. Сейчас ей оказывают помощь врачи и психологи. До прекращения огня оставалось около двух суток. Мы со своей стороны готовы к безусловному соблюдению минских договоренностей. Только в том случае, если их будет соблюдать Киев. Если по нам никто не будет стрелять. На этих кадрах следы реактивного двигателя ракеты. Запуск которой украинскими силовиками с территории Краматорского аэропорта сняли множество очевидцев. Люди за кадром предполагают, что это могла быть даже баллистическая боеголовка. Запустили точку. Есть что-то непонятное. А вот этот столб черного дыма видно за много километров. По заявлению ополченцев, это след от подрыва крупнейшего склада с боеприпасами в районе Дебальцевского котла. Он был уничтожен сегодня благодаря данным разведки защитников Донбасса. Киевские силовики официально признали то, о чем штаб ополчения говорит с начала недели. Потерю населенного пункта Логвинова, замыкающего Дебальцевский котел. Соединения ВСУ пытались выбить ополченцев из деревни, разблокировать трассу М-103, но столкнулись с грамотно организованной обороной и вынуждены были отступить. Армия Новороссии подтянула значительные силы и нанесла контрудар. Сейчас бои ведутся северо-западнее в направлении поселков Луганское и Мироновское. Именно оттуда украинская артиллерия и ведет обстрел городов Донбасса. Доступление в силу режима тишины силовики, видимо, решили израсходовать все снаряды. Константин Худалеев, телеканал «Звезда».